ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот только некоторые темы выпуска. Обновленный Крымск. В городе появится новый памятник. Построят парковку, реконстрируют парк. Забота о питомцах. Работники вед управления Крымского района отмечают свой профессиональный праздник. Скоро в школу. В Крымском районе сотрудники полиции помогли собрать ребенка в школу семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Динамичное развитие района – это результат эффективного взаимодействия законодательной и исполнительной властей. Сергей Лесь совершил объезд по социально значимым объектам муниципалитета. Асфальт, а вот начиная от асфальта, уже пошло к тебе. На въезде в микрорайон «Надежда» в зеленой зоне будет установлен памятник воину-освободителю. Это подарок российского исторического общества муниципалитету к 75-й годовщине освобождения Крымского района от немецко-фашистских захватчиков. Там упор не очень. Что-то красное. Затем глава района обсудил, где лучше обустроить парковку у девятой школы. Решено, что она будет располагаться на участке у ограждения учебного заведения за остановкой. 1 октября должна здесь все отдать, потому что 1 октября должна быть здесь уже. Также руководитель района оценил темпы работы по реконструкции парка имени Тельмана. Строители практически завершили земляные работы, выровнили территорию детской площадки и проложили новые линии освещения. Решается вопрос цветовой палитры плитки и вариантами строительства музыкального фонтана. 1-1 тонна, так да, так смотрится. Но не так, как вы думаете. Ну, мы распадку получше. Может быть, желтую уберем? Да, давайте желтую уберем. Напомним, что в ноябре состоится открытие нового парка, поэтому работы идут очень активно. Ведь главной задачей является сделать новый парк центром притяжения жителей и гостей района всех возрастов, а главным критерием – качество. Основой ветеринарии является не только лечение уже заболевших животных, но и профилактика заболеваний. Поэтому помимо лечебной помощи в клинике проводится вакцинация домашних животных. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края управления ветеринарией Крымского района всегда поможет жителям Крымска с их питомцами. Деятельность нашего управления направлена на поддержание эпизодического благополучия района, на недопущение незаразных и заразных массовых заболеваний животных, а также заболеваний общих для человека и животных. Ветеринарные лечебницы расположены по всему Крымскому району. Специалисты ветеринарной службы района осуществляют меры по недопущению распространения массовых болезней животных, осуществляя надзор за выпуском безопасных в ветеринарном санитарном отношении других продуктов животноводства, защищая население района от болезней общих для человека и животных. Обеспечение безопасности в ветеринарном санитарном отношении продукции животноводства. Также благодаря ветеринарным врачам нашим можно получить квалифицированную помощь для любимых ваших питомцев. Проводится диагностика на современном оборудовании. В учреждении созданы все необходимые условия. Ветеринары с большим опытом работы, новейшее оборудование, операционная, комната для содержания животных. В чем заключается работа ветеринарного врача и какова ее сложность, рассказала специалист Анна Кайнова. Моя работа заключается в приеме животных, их осмотре клиническом и назначении лечения по надобности. Также проведение хирургических манипуляций, ну и, в общем-то, поддержание здоровья животных. Сложности работы заключаются в общении с людьми. Некоторые люди не до конца понимают всю ответственность, которая на них лежит за своих животных. Они не всегда корректно относятся к лечению назначенному ветеринарным врачом, они не всегда слушают его и предпринимают такие действия, которые ведут к ухудшению состояния здоровья животного. А также неправильно подбирают рационы, обработку, не соблюдают вакцинацию. Животных не обманешь, они всегда чувствуют хороших людей. Способность понимать чувства человека и сопереживать ему, различать хорошего от плохого, защищать и оберегать как себя, так и своего хозяина. Вот она, настоящая интуиция. Но не стоит забывать, что питомцы – это те же дети, о которых нужно заботиться. Чтобы люди относились уважительно к своим питомцам, питомцы – это те же дети, за которыми нужно следить, ухаживать за ними, любить их. Что, теплое, остыло? Если бы они не было время поступать, то они сомнений не знали о любом значении. Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края, Управление ветеринарией Грымского района, является учреждением Государственной ветеринарной службы Российской Федерации. В клинике каждому пациенту проявляется максимум внимания и делается все возможное, чтобы домашний питомец был весел и здоров. Помните, что домашние животные и человек имеют много общих возбудителей заболеваний. Заботясь о здоровье своих питомцев, вы заботитесь и о себе. Акция «Соберем ребенка в школу» длилась в период с 1 по 27 августа. Организаторами выступали учреждения социальной защиты населения. Цель – помочь семьям, у которых сложилась трудная жизненная ситуация – собрать ребенка в школу. Сотрудники полиции не остались равнодушными и приняли участие в акции. Сотрудники полиции принимают участие в ежегодной благотворительной акции «Соберем ребенка в школу». Целью нашего мероприятия является содействие детям, состоящим на профилактических учетах в органах внутренних дел, а также детям из неблагополучных семей в преддверии начала учебного года. Начальник ОМВД России по Крымскому району Владимир Горлов вручил детям школьные принадлежности и пожелал успехов в новом учебном году. Смотрите за своими детьми, чтобы они вовремя посещали учебное образование, чтобы никто из педагогов их не разыскивал, чтобы меньше проблем с законом сотрудниками полиции были. Если контакт, то только такой хороший, где вы будете обращаться за какой-то помощью или консультацией по поводу своих детей. Ну а с нашей стороны, где сама вам будет оказана всяческая помощь для того, чтобы у вас проблем с детьми, с вашими небом. В прошлом году 2113 ребят получили канцелярские товары. 507 – школьную форму, 515 – ранцы, портфели и рюкзаки, 18 – новые учебники. Более 300 семей получили спонсорскую материальную помощь. Благодаря неравнодушным жителям Крымского района, ребята из малообеспеченных и многодетных семей обзавелись полными школьными наборами. На базе «Патриота Кубани» в окрестностях станицы Неберджаевской и Нижнебаканского сельского поселения прошел межмуниципальный турслет сотрудников администрации и представителей поселений Крымского и Славянского районов. Здесь нет ни победителей, ни проигравших. Главное, что все участники слета вместе готовятся к творческим конкурсам, соревнуются в спорте, делятся друг с другом опытом. Благодаря таким мероприятиям укрепляется дружба между нашими районами. На торжественном открытии всех участников турслета поприветствовали глава Крымского района Сергей Лесь и глава Славянского района Роман Синеговский. Очень рад вас всех приветствовать на нашей крымской земле. Традиционно уже проходит такой замечательный турслет в рамках межмуниципальных отношений. Это уже такая хорошая, добрая традиция. Мы думаем, здесь нет ни победителей, ни проигравших. Самое главное, чтобы вы весело, здорово провели время с юмором в спорте, отдохнули, еще раз закрепили нашу дружбу между нашими уже старшими родными двумя районами. Добро пожаловать. Большое спасибо Сергею Олеговичу, моему коллеге, за то, что дал такую возможность отдыхать, заниматься спортом жителям Славянского района, нашим ребятам. Чтобы вы понимали, за этот сезон здесь отдохнуло порядка трех с половиной тысяч детей. Здесь победит только дружба, поэтому всем хорошо провести время, удачи, успехов, всего самого доброго. Каждый внес свою лепту в создании дружеской атмосферы и взаимопомощи. А Турслет стал площадкой для обмена навыками между командами разных районов и зарождения новых творческих совместных идей. Завершился вечер конкурсом. Каждая команда представила свой творческий номер. Дети мои, я уже не тот. Руки мои почти не двигаются. Только ноги. Поэтому я ухожу в шапсугу. Куда? А позже в кругосветку. Изгиб гитары желтой ты обнимешь нежно. Струна осколком эхо пронзит тугую ввысь. Еду на Турслет. Вспоминаю, умираю. Еду на Турслет. И лишь о нем одно мечтаю. Присвоение звания почетный ветеран Крымска. Внесение изменений в дополнение в устав поселения. Эти и другие вопросы обсуждали городские депутаты на 70-й внеочередной сессии Совета Крымского городского поселения. Предлагаю вашему вниманию проект решения о присвоении звания почетный ветеран города Крымска. В связи с тем, что у нас утвержден список 23 ветеранов и один из них умер. Так как у нас по программе социальная поддержка граждан заложены средства на почетных ветеранов, чтобы мы не выпили с программы, нам необходимо этот список дополнить. Согласно ходатайству районного совета ветеранов, у нас поступило предложение при свое звание почетный ветеран Кондратьевой Марии Александровне. В ходе сессии рассмотрен ряд важных вопросов, касающихся жизнедеятельности города. Также на сессии обсуждали и принимали решение о ходе выполнения муниципальной программы обеспечения безопасности населения Крымска. Вопросы, вынесенные на повестку дня после рассмотрения и обсуждения народными избранниками, были приняты единогласно. Традиционная спартакеада, посвященная памяти героя Советского Союза Василия Ермолаева, проводится уже 12-й год. На стадионе «Факел» прошли соревнования, которые ознаменовали открытие спартакеады 2018 года. Среди трудовых коллективов, предприятий и организаций. Участие в состязаниях приняли команды «Центральные районы больницы», «Ростелекома», «Заводы железобетонных изделий», «Воинской части», «Сбербанка», «Акционерного общества», «Системные алюминии», «Группы Астек-Анте» и «РЖД». Для участников разработали виды программ «Плавание», «Пляжный волейбол» и «Минифутбол». Как проходили соревнования и по каким критериям оценивался заплыв, рассказал спортинструктор крымского городского поселения Сергей Агрич. Очень интересное было принято решение эстафетой. Участвовали 4 человека от каждой команды. Предварительные итоги по эстафете 4 по 25. Первое место заняла команда воинской части. Второе место команда железобетонных изделий, наши хозяева. И третье место команда центральной районной больницы. Напомним, что ежегодная спартакеада среди трудящихся города проводится с целью популяризации здорового образа жизни. Привлечение горожан к регулярным занятиям физической культуры и спортом, сплочение коллективов. С 2006 года спартакеады дают возможность выяснить, чей коллектив быстрее, сильнее и выносливее. У нас на заводе ежегодно проходят спартакеады по различным видам спорта, в том числе и плавание, волейбол, мини-футбол, где мы участвуем ежегодно, занимаем призовые места. И наш инструктор по спорту Дергачев Вячеслав Петрович организовывает их. Для всех спорт – это жизнь, а для нас это еще здорово, так как мы медики, мы пропагандируем этот вид спорта и стараемся посещать все соревнования, все тренировочные базы и агитировать всех. Спорт – это жизнь, а спартакеада – отдельный мир братства, где побеждает дружба. Здоровый спортивный азарт захватил участников спартакеады с первых минут. Этому способствовала отличная погода и боевой настрой. У коллективов уже появились свои традиции. Об этом рассказал представитель завода железобетонных изделий Игорь Пожитков. Каждую субботу мы все собираемся, занимаемся спортом, выходим, выезжаем в турпоходы, отдыхаем чисто своим коллективом. Соответственно, между собой проводим соревнования – футбол, волейбол, плавание. По итогам всех видов состязаний было произведено награждение грамотами и медалями. Стоит отметить, что закончится спартакеада 8 сентября. Будут подведены итоги соревнований по стритболу и настольному теннису. Дорогие друзья, всем спасибо огромное за участие. Будьте здоровы, вы являетесь примером для ваших и для наших детей. Спартакеада 2018 года стартовала. Телерадиокомпания «Крымский экран» ждет от команд новых рекордов и открытий. Но самое главное, чтобы этот мир соревнований добавил всем здоровья и бодрости. Желаем успехов! Боеприпасы времен Великой Отечественной войны были обнаружены в лесном массиве юго-западнее поселка Саугдаре. Согласно экспертным оценкам, общая масса взрывчатого вещества, находящегося в боеприпасах, составляет порядка 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Средства поражения времен Великой Отечественной войны были обнаружены в лесном массиве юго-западнее поселка Саугдаре Крымского района. Общее количество боеприпасов составило 65 единиц. Согласно экспертным оценкам, общая масса взрывчатого вещества, находящегося в боеприпасах, составляет порядка 50 килограммов в тротиловом эквиваленте. Силами ОМВД России по Крымскому району Краснодарского края организованы охранные мероприятия, направленные на недопущение проникновения в зону обнаружения боеприпасов времен Великой Отечественной войны, а также информированы подразделения МЧС и РВК Крымского района в целях проведения комплекса мер по изъятию и уничтожению указанных средств поражения в установленном законном порядке. На сегодня это были все новости за неделю. О том, что происходит в мире в нашей рубрике «Новости плюс», а как будут развиваться события, покажет время и наши ежедневные выпуски новостей. Следите за эфиром телерадиокомпании «Крымский экран». Также в любое время вы можете посмотреть информационные выпуски в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и на сайте крымсктв.рф. А я с вами прощаюсь и встретимся через неделю в это же время. Здравствуйте, это «Новости плюс» и с вами я, Яна Нестерова. Сегодня я расскажу вам о произошедших событиях в мире за последнюю неделю. Великий певец, великий гражданин. На 81-м году жизни скачался Иосиф Кобзон. Бактериальное искусство. Как управление микроорганизмами может изменить медицину. Битва за льва. На острове Лида открылся 75-й Венецианский кинофестиваль. Визуализация смены дня и ночи на Луне. В возрасте 80-ти лет скончался народный артист СССР, российский эстрадный певец, политический деятель и педагог Иосиф Кобзон. Он стал знаменитым в 1964 году после исполнения песни композитора Аркадия Островского «А у нас во дворе». И с тех пор его имя всегда было на слуху. Кобзон посвятил всю жизнь музыке. Он неоднократно становился лауреатом различных конкурсов и фестивалей. И за свою карьеру выпустил более 50 альбомов. Также артист активно занимался общественно-политической деятельностью. Он неоднократно выступал в странах, пребывающих в состояниях войны. И вел переговоры с террористами. В 1997 году Кобзон впервые стал депутатом Госдумы России. И до самой смерти занимал пост заместителя председателя комитета Госдумы России по культуре. «В людях я больше всего ценю верность и преданность. Самое главное – верить человеку и знать, что он не предаст никогда», – говорил он. Но родный артист СССР Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве 2 сентября. Итальянские микробиологи создали метод, позволяющий управлять бактериями с помощью электрического света. Они встроили в геном кишечной палочки гены, производящие белок претеродопсин, наделивший микроорганизма светочувствительность. В ходе эксперимента, управляя световыми лучами, ученые заставили модифицированные бактерии воспроизвести картину Леонардо да Винчи «Монолиза», а также портрета Либерто Эйнштейна и Чарльза Дарвина. Достижения зарубежных коллег по достоинству ценили российские биологи, отметив, что открытие можно широко использовать в медицине, например, для доставки препаратов к очагу поражения в организме. 29 августа на итальянском острове Лида состоялось торжественное открытие 75-го Венецианского кинофестиваля. Фильмом открытия в 2018 году стала биографическая драма Демьена Шазеля «Человек на Луне», повествующая о миссии НАСА по высадке людей на поверхность спутника Земли. Соперниками этой картины в битве за главный приз «Золотого льва» значатся еще 20 кинолент из основного конкурса, в том числе работы Альфонса Кауровна, братьев Коэн и Жака Адиара. В программе «Горизонты» представлено 19 фильмов, включая драму российских режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова «Человек, который удивил всех». Победители 75-го Венецианского кинофестиваля будут названы на торжественной церемонии 8 сентября 2018 года. К своему 60-летию НАСА опубликовала визуализацию поверхности Луны. Этот ролик можно назвать документальным фильмом, с помощью которого зритель может исследовать спутник Земли, а также увидеть, как меняется его облик в течение дня. Давайте посмотрим. КОНЕЦ На этом все. С вами были Новости Плюс и я, Яна Местерова. А какая погода нас ожидает на следующей неделе, расскажет Нина Квасова. КОНЕЦ Здравствуйте. На календаре осень, а на термометрах крымчан по-прежнему жара. На протяжении следующей недели жители Крымского района будет согревать яркое солнце. До 32 выше 0 днем и плюс 19-22 в ночные часы. Лишь к концу недели синоптики обещают снижение температуры и небольшой дождь. В остальные дни, по прогнозу, будет сухо. В пятницу, 7 сентября, почитается память апостола Тита, которого в народе называли листопадником или грибным. Люди говорили, святой Тит последний гриб растит. Именно большой урожай грибов предсказывал нашим предкам продолжительную зиму. Это все о погоде на неделю. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова